И как показывает практика, беспечность горе-коммунальщиков иногда может стоить жизни. По России можно насчитать немало случаев, когда горки и качели превращаются в смертельный аттракцион. Причем в прямом смысле. Вспомнила о них и ужаснулась Елена Кузнецова. Игры не на жизнь, а на смерть. Подчас только так и можно назвать посещение российских детских площадок. Еще шесть лет назад общественная палата проводила специальные слушания, пытаясь понять, как не допустить несчастных случаев на вроде бы безопасной территории. Уже тогда эксперты буквально били в набат. По всей стране они собрали больше трехсот жалоб на потенциально опасные конструкции для игр. И требовали создать специальные регламенты, нормы и правила содержания игровых площадок. Однако несчастные случаи весьма часто приключаются и до сих пор. Причем почти всегда из-за халатности взрослых. Например, осенью прошлого года в Хабаровске на ребенка упала горка. Тяжелая металлическая конструкция придавила и буквально раздавила собой восьмилетнего мальчика. Ребенок погиб. А как позже выяснили правоохранители, металлическая горка была вообще никак не закреплена на площадке. Свежевыкрашенный снаряд коммунальщики просто поставили на землю, не потрудившись даже забетонировать. В том же году и практически по той же схеме погиб мальчик в Крыму. На ребенка упали качели, которые коммунальщики вроде бы демонтировали, но не убрали с территории детской площадки. Тяжелая конструкция не оставила ребенку шансов. От травм он скончался в больнице. Буквально на этой неделе в городе Великие Луки простились с восьмилетним мальчиком, который тоже погиб на детской площадке. Ему пробило голову качелями. Пока, правда, говорить о чьей-то вине в этой трагедии рано идет расследование. Но в Сковской области уже начали масштабные проверки всех игровых площадок на предмет безопасности. Вообще, содержать детскую территорию хотя бы в порядке в интересах самих же управляющих компаний ТСЖ. Ведь в случае травмы или, что еще хуже, гибели детей, коммунальщики рискуют переехать из кабинетов в колонии. Потому что следственные органы часто и справедливо трактуют недосмотр как халатность и причину несчастного случая. Ну а родители, потерявшие чадо, имеют полное право обратиться в суд и буквально пустить по миру безответственных управленцев. И такие прецеденты есть. Например, в Москве мужчина требовал с управляющей компанией 20 миллионов рублей за гибель дочери и выиграл дело. Хотя сумма компенсации оказалась ниже заявленной. Но сам принцип очевиден. В случае трагедии коммунальщикам придется отвечать.